сегодня меняем масло на бмв е36 двигателем m52 операция по замене масла довольно простая единственное что у нас еще есть побочный эффект у нас с масляного стакана вот там вот видно мокро сфокусируюсь туда вот в общем вот там вот мокро там давит масло из-под вот этого шланга высокого давления из-под металлических колечек сейчас их будем менять тоже для того чтобы открутить вот эту гаечку вернее крышку масляного фильтра нам понадобится головка на 36 в двигателе m52 используется такой метод двигатели m50 использовалась всего лишь на 11 или на 12 головка чтобы намного удобнее пришлось ради смены масла покупать головку за 10 долларов кстати также хочу сказать что фильтра м 50 м 52 несовместимы толкающими движениями пытаемся скрыть крышку вот она пошла не пытайтесь сорвать ее сразу потому что это пластмасса пластику может прийти не у них негодности вы попали на крышечку масляного стакана так крышечка откручена достаем сам фильтр что у нас здесь в принципе фильтр у нормального состояния я пробежал на этом масле около 6000 но я раз 6000 раз 7 меня независимо от состояния все идет под замену приобрел фильтр производителя французского purflux его артикул l 292 почему purflux потому что это один из крупнейших поставщиков на автомобильные конвейеры французских автомобилей несмотря на то что у нас как бы немец да то тут должно вселять надежность то что это человек эта фирма поставляет на конвейер в комплекте у нас идет естественно сам фильтр и комплект уплотнений вот в чем разница между фильтрами m52 и m50 слева m52 справа m50 первое центральное отверстие как видим на 50 она идет меньше также количество прокладок разное ну а так по высоте примерно одинаковое есть на что вот центральное отверстие так теперь вытаскиваем сам фильтр нажимаем вот сюда держим у так и вот так вот он выскакивает ну и в обратном порядке собираем сам фильтр а для того чтобы поменять колечки необходимо будет снять корпус воздушного фильтра делается это все головкой на 10 откручиваем вот эти два крепления отщелкиваем здесь скобу и фильтр снимается корпус вернее далее снимаем сам шнорхель для охлаждения генератора откручиваем в гофру и у нас есть доступ к гаечкам все разобрали все что можно здесь теперь получаем доступ сюда отсоединяем датчик давления масла и можно откручивать шланг шайбочки успешно поменял мне было подозрение что проблема не в шайбочках и скорее всего пуни даже от болт когда-то и немножко сочилась теперь приступаем к основной замене масла и так для того чтобы открутить пробку масло сливной масло сливную пробку поддона нам необходимо будет головка на 17 и в моем случае удлинитель так как у меня установлен кастомный x-brace мне мешает у тех кого эта распорка не установлена можно без удлинителя так обязательно подготавливаем тару для слития масла его будет много у меня от замены до замены 6000 всегда где-то грамм 500 поэтому 6 литров спокойно будет с с лито поэтому берем большую тару чтобы потом не получилось что вы продлили да успела остыть потому что в прошлый раз я собирал на горячую вернее изменял масло и немножко ошпарил руку сейчас я очень рад что оно не такое горячее его прошу раз масло использую zik серии x7 это 10w40 полная синтетика взял две канистры так как заливной объем у нас 6 половина литров она имеет допуски бмв longlife 01 в принципе нам она тоже подходит у нас вообще спецификация 98 но слонглайн 98 найти трудно но следующая шоу 01 это максимально близкий допуск для наших грешков вот для наглядности цвет масла которая слилась так масло у нас слилось теперь закручиваем крышечку обратно обязательно проверяйте чтобы не было никакой гадости я вот вытираю в свои рабочие шорты и закручиваем ее обратно и так заряжаем новый фильтр до щелчочка щелчок должен произойти щелк есть теперь ставим его в стакан фильтр вот так вот должен сидеть ровно наполовину углублен в крышку вставляем это все дело обратно и закручиваем крышку теперь ожидаем некоторое время чтобы масло стекло в поддон и проверим по щупу уровень так смотрим заодно все уровни жидкостей проверяем щуп сейчас мы его протрем чтобы проверить настоящий уровень так что мы видим по верхнюю риску значит залили мы все правильно все четко приступаем к заводке двигателя итак заводим двигатель чтобы проверить все правильно ли мы сделали прокачивается масло все потухло отлично теперь нужно залезть под машину на работающий двигатель и посмотреть все ли зажато ничего ли не течет так в первую очередь инспектируем места такие как масляный стакан шайбу которую мы поменяли так теперь смотрим по дну вот это случится откуда-то масло скорее всего сальник коленвала это никакого отношения к нашей замене не имеет проверяем здесь так есть подозрение что-то потеет сейчас попробую чуть дожать главное не усердствовать болт пустотелы чтобы не сорвать его двигатель работает тихо идеально по каким признакам я понимаю что мне нужно менять масло так как я люблю иногда понаваливать погонять поездить в агрессивном режиме то в первую очередь я слушаю стук гидрокомпенсаторов компенсаторы у меня вообще не стучат но они немножко дают о себе знать когда масло немножко теряет свою вязкость поэтому я меняю раз в 6000 раз в 7000 а если я езжу спокойно мне хватает на 9 на 10 ну такого я если честно уже давно не помню также уважаемые подписчики самое важное не забываем про утилизацию масла ни в коем случае не лейте ее на грунт на землю используйте для печки переливайте в бутылки сдавайте его в пункт приема отработки но ни в коем случае не засоряйте пожалуйста землю подпишитесь в следующий раз так что приема отработки все не забываем выставка Продолжение следует...